С приходом потепления карниза крыш многих домов украсили массивные гирлянды из сосулек. Но далеко не у всех горожан и коммунальщиков это зрелище вызывает восхищение. Скорее наоборот, тверичане небезосновательно воспринимают нависающие над головами сталактиты как реальную угрозу, а работники управляющих компаний как источник дополнительных хлопот. Именно поэтому в Твери продолжаются работы по очистке кровель зданий от наледей и сосулек. А подробнее об этом в следующем сюжете. Сосульки, свисающие с крыш домов, всем известны и на первый взгляд, возможно, безобидные зимние явления. Но лучше держаться от них подальше. Подтаившие наледи имеют свойство падать без предупреждения прямо на голову проходящим людям. Этой зимой метровые сосульки хоть и выглядят красиво, но действительно могут угрожать здоровью человека. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья, кто же все-таки должен убирать лед. Управляющая компания, городские власти или же сами жители? Должна заниматься управляющая компания. Это не для лежащего содержания придомовой крыши. Вот и все. Как я считаю, на это деньги собираются, поэтому только они должны этим заниматься. Городские власти, они же не обязаны каждый дом обходить. Ребята вчера сбивали, конечно, они молодцы. Старались управляющих компания. Но есть опасность. А кто этим должен заниматься? Управляющая компания или городские власти? Я думаю, совместно все-таки помогать. И управляющая компания в этом году, они молодцы, они чистят. Я иду, только и посмотрю, где висят. А висят очень много и большие сосульки. Очень большие. Ну, если есть управляющая компания, конечно, управляющая компания. А сами жители, как вы думаете, это будет логично, если они будут помогать? Да видите, что я тут делаю. Поэтому? Да, смотрю, такой бдительный вообще-то паренек-то. Конечно, страшно иногда. Вот здесь, правда, все сделано у нас. А совсем недавно были большие сосульки. Некоторые люди уверены, что сбивать сосульки надо самостоятельно. И это несложно. Однако это очень опасно. Снизу внезапно может оказаться человек или животное. Поэтому убирать с крыш снег и сбивать сосульки – дело рук специалистов. Обращений, да, много. В основном это обращения, ну, когда идут изначально с начала зимы. То есть мы работаем уже с абонентами, будем так их называть. Потому что они уже изначально заявились к нам. И мы с ними, ну, работаем. Это с управляющими компаниями, это с частными лицами. На прошлой неделе наша съемочная группа уже снимала репортаж об опасном зимнем явлении. И надо заметить, что после этого сосульок на крышах городских многоэтажек стало гораздо меньше. Управляющие компании начали активную работу по очистке кровель домов от наледей сосулек. Об обнаружении неустраненных сосулек на кровлях домов можно сообщать в отделы благоустройства администрации районов Твери. Этой проблеме необходимо уделять пристальное и серьезное внимание. Ведь сорвавшие с кровли сосульки могут не только покалечить, но и убить человека. Поэтому помните, что крыши и навесы многоквартирных домов в большинстве случаев находятся в общей собственности жильцов. Отвечают за уборку такого имущества ТСЖ – управляющая компания или жилищный кооператив дома. Управляющая компания отвечает за состояние общего имущества жилого дома, в том числе за уборку крыши от снега. Так что лучше не ждать беды, а позаботиться о ее предотвращении.